или с рады приветствовать вас казани скажите пожалуйста такой традиционный вопрос а вы первый раз в казани и даже получил звездный период 2 года назад чем страшно горжусь и красивый добрый доброжелатель не очень скажите пожалуйста почему вы согласились а выступить вот на таком достаточно своеобразным конкурсе красоты потому что человек который пригласил прекрасно знает что я делаю это режиссер это михаил канадский и он прекрасно знает что я делаю поэтому когда он мне предложил это я на его вкус и на его мнение полагаюсь полностью вот у меня не было никаких вопросов тем более что очень люблю этот город и еще раз говорю начинается с ним работать поэтому если он считал что я подхожу к этому форму если его режиссерское видение это позволяло я только за и мне очень приятно расскажите пожалуйста как вы вообще начали заниматься вот таким достаточно необычным музыкальным делом и сколько в этим занимаетесь я не занимаюсь долго я начал как все я родился в москве я рос а потом уехали в Швейцаре я там уже дорастал и жил там больше 30 лет и как и все советские дети я занимался в музыкальной школе как учился у меня была такая специальная школа вот там я начал играть на тромбоне и страшно его полюбил и с тех пор это мой инструмент я закончил на санаторий второй консерваторий туда сюда и потом стал заниматься спектроникой играть это мой инструмент с которым я живу и а как вам пришла идея выступать вот в качестве человека оркестра я начал играть соло в то время да и сейчас когда немного но в то время вообще не было совместно практически было много лет назад я начал играть и в один момент я почувствовал что мне нужно было бы что-то иметь чтобы меня было много потому что выходить вот так совсем соло в одиночку это далеко не зайдешь с этим то есть как бы это можно делать может очень интересные вещи но вот площадок где выступать и работы меньше чем хотелось бы скажем так поэтому мне нужно было звучать намного больше я стал работать с машинами с сэмплами но все вживу все что я играл это все очень рискованно потому что не так сыграл не так записал поэтому поскольку я классическая у меня школа поэтому я выбрал машину чтобы все было живо чтобы все было честно без подложек без фонограмм и так далее скажите пожалуйста а в какие еще города и страны вы ездите выступать я езжу по всему миру это по многим трудно сказать от гонконга до канады я в америке много выступаю много в россии израиль германия я не знаю сейчас я приехал с канадой месяц назад сейчас я поеду в нью-орлендс буду играть через месяц через неделю я еду в питер играть потом в общем как то вот так то есть это всему миру я езжу и достаточно регулярно скажите пожалуйста а вы выступали с какими-нибудь известными людьми с певцами имею ввиду там не знаю мировой известности либо в россии либо в других странах с певцами именно с певцами с музыкантами я выступал в россии кстати с шикарными классическими музыкантами которые потрясающие ребята феноменальные музыканты например сергей накоряков и струбач феноменальные совершенно потрясающий музыкант и где-то мой как бы он немножко меня старше и он играет соло на валторне и на других брас инструментов с ними очень страшно не страшно приятно что я с ними работаю в тромбоновом мире как я играл со всеми практически кто есть в мире моей специальности мне трудно так сказать как бы много людей с певцами не так много я сейчас стараюсь я играл с айдаром гайнулина я это да 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 гайнулин он меня приглашал к себе на юбилейный концерт который был в берлин в берлинской филармонии и мы играли с ним там еще на дыр в чем это же очень страшно приятно он замечательный музыкант играли несколько раз вместе потрясающий музыкант и прекрасный человек повислав струёв скажите пожалуйста а нравится ли вам и слышали вы и близкая а ли вам вообще татарская мелодия татарская музыка сказать вам честно я очень я не знаю не знаю я не занимался к сожалению я очень люблю народную музыку мне очень нравится вот именно то что как-то я не прикасался к этому вот вы сейчас спросили я вам обещаю что к следующему разу я изучу эту тему потому что мне на самом деле это очень интересно спасибо вам большое элис